здравствуйте друзья мы продолжаем ходить по магазинам субботний шопинг это магазин range 99 такой я бы сказал китайский такой большой супермаркет он вывел из бизнеса вышиб просто массу маленьких китайских магазинчиков ценой ассортиментом просто он их угрохал идем внутрь мы заходим в магазин и вот тут справа слева мешки с рисом я и сам небольшой специалист по мешкам с рисом и думаю что вы тоже может быть так ну в общем рис очень дешевый если особенно если мешками брать есть тут много всякой китайской еды и магазин если мы так перспективка так покажем вот вы видите что он довольно громадный хотя не глубокий глубину не безумно большой но вот очень очень широкий такой вот видите тут есть сопутствующие товары вы видите тарелочки такую посуду но движемся мы их вот туда вперед со светлой потому что там у нас продают рыбку за 4 доллара какие-то ошметки салмана за 15 долларов пескалопа кусочки какие-то мазюки рыбные вот по 5 долларов фунт так вот идет суме чего-то за 4 доллара это у нас тилапия популярная рыбка света как по-русски тилапия нам так и есть вот такая вот это вот салмана куски виталились костей так все это скажи нам что это за рыба это показывает и как ей порезать это все эти что-то рыба ищи ну смотри называется гринланд турбат стейк стейк но на самом деле самый настоящий пауф вот для тебя эта рыба служит пауфу хорошо пал тут у нас по 6 долларов вообще за даром в китайских магазинах рыбы тещабли вместо за 8 долларов это как бы ела у ай коды резко какая-то разновидность трески вот за десятку одну секунду я потихоньку иду вот за 9 долларов вот такие стейки рыбные а это за десятку а вот сибас по-русски он так и будет сибас они громадные понял она похожа но в три раза дешевле значит вот это 17 долларов так это за 6 акула друзья это акула вот 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 эти вот кровяные можно сказать от киев это акула свежая акула свежая не мороженое за 5 долларов мы имеем тот же самый салман с костями конечно да рыба та же но с костями вот это уже пять долларов а дальше пошли за пять пятьдесят за шесть долларов за пятерку друзья куски карпа вот они льдом засыпаны может быть не так здорово видно вот там видно хорошо вот это за четыре девяносто девять куски карпа а вот это рыба рыба пояс белл рыба пояс рыба ремень вот вы видите три-четыре доллара Светлана говорит видишь вот карп да за 4,99 и там много костей а вот эта рыбка Света покажи какая вот эта за 7 долларов 6,99 три-четыре па но конечно три па но она такая же по вкусу как карпа а в костями вот эти крокаты тонкие пупчики как траут по-русски как уголь нет нет это траут это не лакуз кружок как же это называлось а сетки риза не а сетки риза нет я забыла вот знаете как получается не знаешь как по-русски вот за 5 долларов золотая паппана да наверное не съедобно если это правильно говорит ну просто вам же интересно 4,29 вот такая рыба это еще Себас еще по дороже немножко видишь там за 8,99 Себас это другой Себас вот это красная Снеппер так вот тут такая рыбка комбонады взят всего 4 доллара а это спундрия натуральная макрель так и есть называют ее макрель выберите ценник вот за 2 доллара вот пожалуйста это хвост за 4 доллара хвост Салмана она уже почищенная внутри да за полтора доллара макрелька такая в общем вы видите чего творится а вот за 3 доллара сом свежий сом пожалуйста тилапия за 3 доллара тилапия очень вкусная рыбка очень вкусная хорошая за 2 доллара за 2 доллара молочная рыба пожалуйста рыба молочная с чешуей естественно так а вот это вы видите осетра это идет это порубленные осетровые башки а это вот сам по себе осетр и это недорогая рыба совсем вот смотрите значит башки по 4 доллара а сам по себе осетр свеженький не мороженое ничего вот 9 долларов бывает что и за и за 8 там и так далее то есть осетр здесь недорогая рыба у нас любителям экзотики друзья за 20 баксов пакет вот этих вот ракушек здесь у нас как назвать даже не знаю ну вы видите в ракушках такие улиточки 5.49 белые шримпы называется так еще какие-то жуткие 42 доллара за что за пакет я даже не знаю что такое пакет но в общем 42 доллара за много так а вот крабы 4 доллара за за фунт крабы тоже какие-то ракушечки 3.49 вот эти здоровенные и вот эти мы когда-то привыкли их пустыми покупать полированными деньги там в Крыму а они вот тут пожалуйста примастились вот вы видите съедобную часть в Крыму вон она там вот эти жуткие такие я думаю это вот китайцы наверное раз магазин китайский вот они и любят кушать 4 доллара за фунт а это вообще не понял это что еда прям такое ощущение что камушки для аквариума но пишут что еда пишут что еда движемся дальше ой-ой-ой значит живые кровяные ракушки вот они что они кровяные даже не знаю а здесь какие-то отходы рыбопроизводства за 2 доллара вот пожалуйста башки салмана кальмары за пятерку кальмары шикарная вещь так ну и друзья переходим к мясному разделу это сейчас очень нет 7 ножки драмских у нас называется 4 доллара вот так цыпленок за фунт не зашли цыпленка а за фунт 3.99 это он же а вот черный вот этот почему-то он подороже 5 с полтиной так это грудки 3.49 грудки 3.49 а это как сказать бедра такие 2.50 куриные крылышки 3.29 это я вообще не пойму что такое это это свинина а что это красная это печень свиньи красная красная вон то красная это желудок нет это желудок даже нет вон печень цвета вон там подорожки это легкие это легкие красные тоже такое ест согласно так ну да такой красный а это значит ребрышки рёбрышки свинные какие-то тут дела ой ой какие хорошие 3.49 друзья смотрите какие-то отбивнушки да отбивнушки запекать очень хорошо 3.20 ошметки какие-то ошметки свинные все все очень дешево на самом деле намного дешевле чем в американских магазинах вот мы все вокруг свининки идем вот это вырезка свиная 4.69 это написано свиная попка это очень попка 3.49 так ну что друзья вот свининка а это вот свиная как бы ножка со шкуркой с кожурой 2.99 а вот покрутили ее и стало 3 и вот разные степени раскрученности она примерно 3.99 а вот друзья красивые китайские банки со сладким печеньем вкусным мы мы такого конечно не едим но просто хотел вам показать в плане радости жизни света пробила там все что надо вот это тоже наш пакетик и тут росточки какие-то да свет что-то и у меня есть старые здесь когда чего-то берешь тебе дают купончики для того чтобы в следующий раз было дешевле я правильно понимаю нет скажи купоны можно использовать только в кулинарии значит у этого магазина есть кулинария которую мы сейчас и направляемся да но в кулинарию мы не можем идти с нашей сумкой поэтому мы сейчас оставим ее вот тут видите тут они оставляют сумки и со своими купонами двигаются кулинарии свет вот я вижу ты икру купила это икра чем-то отличается от того что в русском магазине ну как это хорошая икра такая это японская икра она из японских магазинов то есть она круглая такая большая гидреная я сегодня вот такой вот такой магазин я продаю петерпен но это по-моему еще даже очень вкусно и вот интересно сейчас в русском магазине там продается петерпен есть плаковка да петерпен это бренд икры такой да там наверно два паунда то есть там килограммовая упаковка да там она стоила 87 долларов за два паунда или килограмма да а это 139 за паунда примерно то же самое вот друзья мы пришли в кулинарию и тут такой длинный прилавок давай мне тихо помним пожалуйста длинный прилавок только который мы и так сейчас пойдем и будем набирать пока мы тут шоппинг делали пошел дождь кулинарию мы не сняли потому что я наткнулся на какого-то начальника который весь улыбаясь и чуть ли не целуясь со мной сказал что официальная палиси у них чтобы нельзя было снимать в магазине я не стал ему говорить а что же я тут уже 20 минут снимаю никто слова не сказал думаю ну понятное дело он на работе а работникам естественно пофигу поэтому начнешь спрашивать можно снимать скажет нельзя а не спрашивать всем пофигу